Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова программа Диалог. С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, Сергей. Мы с вами в этой студии встречались примерно год назад, говорили о том, что такое общественная палата. Ну, собственно, не первый раз, конечно, встречались, как она работает, ну, а примерно полгода назад вместе с вашими заместителями подводили итоги прошлого года. Ну, сейчас время прошло, как говорится, вода течет, все меняется. Но, наверное, настоящие итоги прошлого года можно было подвести только уже после заключительного заседания общественной палаты в прошлом году, в конце декабря. И после того, как был утвержден доклад под названием «Основные о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Щелковском муниципальном районе в 2017 году». Я, конечно, этот доклад прочитал. Очень интересно. Ну, вот хотелось бы от вас услышать, какие основные тезисы доклада и как проходит работа общественной палаты. Ну, еще раз добрый вечер. В первую очередь, хотелось бы сказать, что тезисы-то мы зачитывать здесь не будем. Ну, да, основные моменты, которые там отражены, мы давайте в нашем сегодняшнем диалоге с вами построим. Конечно, оценивая институты гражданского общества, всегда задаешь вопрос, кто это такие институты, вообще, что это есть гражданское общество. В целом, можно сказать, что это общественные организации, ассоциации, инициативные группы жителей. Ну, там, в данном случае у нас Совет МКД, то есть, большую роль сегодня играют, они являются, вот, как бы, составляющей институтом гражданского общества. Что хотелось бы ответить про вас, телевидение, то есть, это, конечно, независимое телевидение, одно из составляющих вот институтов гражданского общества. Ну, опять же, вот в докладе перечисляется, что у нас в районе, так скажем, зарегистрировано несколько десятков общественных организаций, но реальный какой-то вес, вот, опять же, в становлении гражданского общества имеет, ну, скажем, десятка-полтора всего лишь. Вот с чем связано? Ну, вот то, что вы сегодня сказали. Время-то идет вперед. Очень многие общественные организации, они, как бы, вот по старинушке работают, как были, ничего не меняется, то есть, как будто в стране не происходит перемен, не появилось медиа и так далее, и так далее, информации. То есть, сегодня мы коннектимся с утра до вечера друг с дружкой, и, как бы, это основной момент. Второй момент, это есть общественные организации, которые, ну, там, пять человек собрались, объединились, и уже позиционируют себя как общественная организация. Есть, конечно, очень сильные даже ассоциации у нас, и очень сильные. Вот, опять же, еще раз говорю, что Советы МКД сегодня, которые, вот мы на них, как бы, основополагаемся, это, ну, есть, как бы, составляющие институтов гражданского общества. Ведь, когда считается развита гражданского общества, когда они могут повлиять на ситуацию в том месте, в данном случае мы с вами говорим о нашем Щелковском районе, где они проживают. На ситуацию какую? Экономическую, в первую очередь. Вопросы благоустройства и так далее. То есть, вот это те вопросы, которые сегодня без, мы всегда говорим жителей, да, но будем говорить, что жителей-то у нас очень много, но вот инициативных жителей, которые вот сегодня есть, их не такое большое количество, но они есть, они неравнодушны, они все подсчитывают, они все следят, все отслеживают, они работают в соцсетях и так далее. И есть еще часть гражданского общества, которые, по сути дела, оппозиционерами выступают, и если их, вот, других нормальное гражданское общество, инициативные группы, общественные организации не услышало, будем говорить, власть сегодня, да, то те вот эти оппозиционеры, которые, удовлетворяющие свое, там, эго, да, идут в протестные, ну, их называют протестный электорат, будем так еще говорить на выборах, то вот они объединяют вокруг себя людей, которые мало разбираются вот в сегодняшней ситуации, в юридических тонкостях, ну, дел, значит, законах жилищных и гражданских и так далее. То есть они вокруг себя их объединяют и направляют в другую сторону. Вы знаете, я сам вот уже в палате много, и я до сих пор не пойму, в какую сторону такие люди. Мы все-таки опираемся на социально ориентированные общественные организации, если говорить об организации. Если говорить о докладе нашем, да, то мы его принимаем в конце года, отражаем там всю суть. Вот я обращаюсь к нашим телезрителям, вот сайт общественной палаты, еще раз напоминаю, открыть его можно, и в разряде документы есть доклад о состоянии института гражданского общества. Там мы описываем все. Отношение власти к общественным организациям, отношение общественных организаций к власти, промахи, вопросы ЖКХ, экологии и так далее. То есть все мы там как бы это описываем. Но мы не даем тот анализ, который конкретно той или иной проделанной работе, очистке той или иной реки или озера. Мы говорим о том, как реагирует на это власть и институты гражданского общества. Мы говорим о лидерстве нашего лидера Валова Алексея Васильевича, который замкнул на себе там все буквально. И, ну, будем говорить, что мы часто сегодня так модно говорить сегодня, вот институты гражданского общества, общественность там у нас на передовых местах. Но я вам прямо скажу, если мы затрагиваем вопросы, которые вот сегодня остро необходимы жителям, да, ну, те же вопросы ЖКХ, Совета МКД, благоустройство, да, то есть если мы даем оценку деятельности управляющих компаний, я там не забегаю никуда вперед, один из их вопросов, оценку деятельности управляющих компаний, то тут как бы гражданское общество сразу уходит там на второй, на третий план. Если меня вот телезрители или вы спросите, вот в сегодняшней ситуации, поскольку мы сегодня говорим с вами только о Щелковском районе, в сегодняшней ситуации может ли существовать здесь свободное гражданское общество? Я могу сказать отчасти, да, то есть отчасти, почему? Потому что сам Алексей Васильевич, глава района, он устроен таким образом, что делает все сам, много делает сам, проверяет, смотрит, толкает, движет, это, конечно, хорошо. И в данном случае, как бы, ну тут в данном случае, но те моменты, когда мы говорим, а вот тут хорошо бы сделать вот так вот, а вот тут, может быть, разберетесь, сделаете вот так вот, а тут вот так вот, то есть получается некие накладки, то есть вот в этом плане. Ну вот так получилось у нас, вот надо отдать, вот вы говорите крайнее заседание, крайнее заседание у нас было недавно, где мы делали, основными вопросами было... Я сказал, крайнее заседание в прошлом году. Итоговое, по итогам 2017 года. Крайнее заседание, дай бог крайнее. Дело в том, что у нас были основные вопросы. Первый вопрос, и самый главный был, это рейтинг управляющих компаний ЖКХ. Второй вопрос были очистные сооружения, усадьба Гребнева и так далее, отдельный сбор мусора. Они все важны в нашей жизни, будем говорить. Премии губернатора Подмосковья. Но получилось так, что даже телевидение, когда освещало данное заседание, первый основной вопрос, вообще он как бы выпал, его не было. Поэтому, конечно, мои коллеги, те, кто были приглашены, ну, конечно, были немножко возмущены. У нас не совпадает. Давайте наверстаем, раз такое было у нас упущение, поговорим действительно о рейтинге управляющих компаний. Вот вы сказали, да, совет многоквартирных домов, это общественная организация, так скажем. Общественная палата тоже, наверное, может как-то повлиять на работу УК. Вы присутствовали, в конце марта проходило расширенное совещание в администрации района с участием зам предправительства Московской области Дмитрия Пестова и министра ЖКХ Евгения Хромошина. Ну, вот, наверное, тогда впервые прозвучала мысль о том, что управляющие компании нашего района будут рейтинговать. Опять же, министр Евгений Хромошин высказывал, ну, называл, вернее, такие цифры, что за год в некоторых домах сменилось по пять управляющих компаний, три, ну, даже две, это слишком много, это, в общем-то, как-то неправильно. Вот, как общественная палата может повлиять на работу УК? Вы знаете, давайте так будем говорить, мы не влияем, мы создаем свой рейтинг и говорим некую ту ситуацию, которая есть на самом деле. Ведь есть управляющие компании, которые работают, ну, на доме, да, там, несколько домов, ну, то, что вы уже назвали. Они меняют название, они меняют свой фонд, который обслуживает и так далее. Но мы, в первую очередь, отходили с точки зрения жителей. Вот, мы давали свой рейтинг с точки зрения жителей. Ведь есть, вот, в моем понимании, управляющая компания, прохвосты, я считаю, что, да, это мягкое слово, да, подсудны, будем говорить они. Но, на самом деле, они сегодня, протоколы собраний у них все подложены и так далее. Но эта компания сегодня работает хорошо и жители довольны. Вот, что вообще нужно для комфортного проживания, чтобы все было как бы хорошо. В данном случае жители говорят, это хорошая компания, да, естественно, мы все равно подходили дифференцированно, смотрели долги этой управляющей компании. Я всегда привожу пример. Есть хороший знакомый, там, предположим, у вас, у меня, он у всех занимал денег, да, и купил своей, там, теще и жене, там, подарки к 8 марта. Вот он хороший. Он хороший по отношению к теще и к жене, он замечательный. По отношению к нам с вами, он прохвост, потому что денег-то он нам и не отдал, так, в конечном итоге. Вот в данном случае, тут очень нам было сложно, конечно, оценить вот эту, вот данную вот эту грань. Есть долги, есть управляющие компании, которые стабильно платят долги, но халтурят уже с жителями. То есть, складывается впечатление, что сегодняшние вот эти 50 с лишним компаний, а если будем говорить, что недавно их было, ну, там, 3 года назад, их там было 29, что ли, по-моему, да, там, я уж не помню сейчас число. Ну, вот, то есть, они растут, как грибы. Люди объединяются, 3 хороших товарища собрались, создали компанию, у них ничего нету, кроме у одного знакомой связи, у третьего мозги, у четвертого немножко, у второго мозги, у третьего немножко денег. Вот они создали управляющую компанию. Нанимаются подрядные организации, но вывод напрашивается один и тот же. То есть, в принципе, что те, у них долги перед ресурсами, снабжающими организациями, у этих, ну, маленькие долги перед ресурсниками, ну, они кое-как делают работу с жителями, да. В итоге, получается, люди, которые сегодня, недобросовестные люди, организовывают эти компании, они не остаются в накладе. То есть, либо за счет плохой работы, либо за счет долгов. И, конечно, мы пытались определить лучшие компании, ну, те, которые работают, они, я не буду сегодня называть, давайте никого, чтобы не ошибиться, но у нас есть он в докладе, рейтинг прозвучал и так далее. И, конечно, наш взгляд не совпадает в данном случае с взглядом администрации, то есть, да. Но, опять же, я говорю, у нас немножко другой подход. И опять вы говорите, что вы можете с ними сделать? Мы, по сути дела, рекомендательный орган, то есть, есть организации, которые должны за этим следить и так далее, и так далее. То есть, мы же сейчас не будем возвращаться к ГЖИ, которые выдают лицензии, кому не попадет, и так далее. Вот. Но, на самом деле, я думаю, рано или поздно порядок должен быть наведен, в частности, в Щелково. Я считаю, у нас одна из худших ситуаций именно в Щелковской районе, то есть, как бы, по управляшкам. Ну, вот такая мысль, которая, опять же, прозвучала на том совещании в администрации, о том, что будут полномочия иметь только те управляющие компании, которые войдут в Мособл ЕРЦ. Вот, с вашей точки зрения, это правильная мысль? Ну, вы знаете, на самом деле, эта стратегия уже областная. Пожалуйста, я, например, считаю, что любые формы хороши, лишь бы была прозрачность ситуации, да, жители понимали, что, куда, какие деньги уходят, работа выполняется. А любая форма, пожалуйста, она там, ну, кто-то вошел в хартию, кто-то не вошел в хартию. Мособл ЕРЦ, ЕРЦ, либо вот многие работают там прямые поставки, ну, ресурсы организации. Поэтому, в принципе, наша задача, чтобы жителям было комфортно. Все, другой нам не надо. А как это сделают, да, то есть, ну, если взять пример, там, с человеком какое-то случилось несчастье, ему помогли. А какими путями, способами, его уже это, как бы, не очень волнует. Правильно, ты скажешь? Вот вы сказали, что на частном примере, да, что рейтинг управляющих компаний, ваш, общественная палата, ну, несколько не совпадает с рейтингом администрации. Но, а по другим вопросам, как часто у вас бывает разногласия? Вообще, как вы взаимодействуете с районными властями? Ну, вы знаете, как бы я уже начал сегодня говорить, это такая, если сравнить, то игра, ну, будем говорить, непонятки. То есть, с одной стороны, Алексей Васильевич прислушивается к общественной палате, это раз, да. Но если взять, вот я вам сейчас назову цифру, 17-й год мы с вами взяли, и уже в 18-м довольно-таки прожили, есть проблемные объекты, на которые Валов выезжает, ну, там, с осмотром, там, чтобы было какое-то видение. Давайте так, сколько раз пригласил он общественную палату, вот, в данном случае принимать участие? Не разу. И вот, как вы ответите на этот вопрос? С одной стороны, вроде и уважение, и считается с нашим мнением, и в то же время, ну, конечно, когда объезд, у нас одной из острых тем, 17-го года, были оздоровительные лагеря. Лагерь Юна Армеец, мы туда выезжали с проверкой. Конечно, недочетов там было очень много, да, там, с нашей, опять, точки зрения, мы же общественники, мы же не прокуратура, мы не следственный комитет, поэтому, как бы, и мы не контрольно-счетная палата. Но с точки зрения, когда мы там поковырялись, очень много нашли. И нецелевое использование денег, нецелевое использование помещений и так далее, и так далее. Но, значит, опять же, мы стоим на том, что, вот, лагерь лучший, как бы, кадровых перестановок мы не увидели. И, как бы, все опять, и мало того, вот сейчас идет проверка оздоровительных лагерей, вот, на сегодняшний день, они, по-моему, начались. Естественно, представители общественности не пригласили туда. То есть, дело в том, что, когда там произойдет какое-то, ну, вот, нарушение, вот, как с питанием, тогда, вот, Алексей Васильевич, давайте, поехайте, посмотрите, разберитесь с питанием, там, детей недокармливают. Да, мы, конечно, выезжаем, да, конечно, смотрим. Но, я считаю, к тем вопросам, которые изначально можно решить с общественностью, их надо изначально, на начальной стадии уже решать, а не тогда, когда они уже... Мы тоже выезжали, вот, все гордятся, да, у нас интернациональные смены там. Очень хорошо, но, опять же, мы те факты видели, что детей, будем говорить, иностранцев у одно меню, у наших детей другое меню. Я не знаю, в этом году будет так же. То есть, мы изначально, уже, как бы, щелковские дети находятся в худшем положении, чем... Это обычные дети, там, из Словении, откуда они там приезжают. Я не очень понимаю, что они там очень заевшиеся такие, да. Но, тем не менее, два меню, я считаю, это позор. Позор власти, я считаю. То есть, не должно быть такого. К питанию детей мы еще вернемся. Сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет о том, как раз, когда Алексей Васильевич с инспекционной, даже не поездкой, с инспекционным обходом проходил по городу Щелково, и члены общественной палаты участвовали в этом. Речь идет о том, как организована у нас в городе доступная среда для лиц с ограниченными возможностями. Давайте посмотрим. Сколько удобно или неудобно инвалидам-колясочникам перемещаться по городу, оценивали высоту бордюров, угол наклона пандусов и многое другое. Главный критерий, чтобы человек на коляске мог без труда передвигаться самостоятельно. Перепад высот и понижение бордюрного камня не более полутора сантиметров. Лучше делать на ноль, чтобы было все удобно, чтобы не получались какие-то недоразумения, где один сантиметр, где два, где два с половиной, а вы проедете. К сожалению, не проедем. Электроколяска уже два сантиметра не берет. Нужно толкать. По результатам обхода предполагается исправить все недочеты, препятствующие нормальному передвижению людей на колясках. Где-то придется срезать бордюр, где-то заменить пандусы. Все выявленные замечания направлены в работу. Вот Светлана Ердин-Паршина, член общественной палаты. И это, кстати, не первая инспекционная поездка. Проверяли также с участием администрации, я помню, и учебные заведения на предмет, как дети-инвалиды могут пользоваться общественным пространством. Вообще, с вашей точки зрения, как у нас доступная среда в городе и районе? Я считаю, что тут надо отдать должное, конечно, Алексею Васильевичу, заму Юрию Николаевичу. То есть они, когда в области эта тематика только еще как бы разрабатывалась, у нас в районе ее подхватили, и, наверное, одни из первых создали благоприятные условия. Я раньше тоже, кстати, никогда не замечал, куда бы сейчас не подъезжаешь, машину ставишь, куда ты идешь, в школу, в поликлинику, там еще куда-то. Конечно, уже обращаешь внимание на эти вещи. Но, чтобы не получилось, я сказал, что нас не приглашали. Есть такой момент, что у нас члены общественной палаты являются еще и членами каких-то общественных организаций, естественно. Там, как цвет колесницы и так далее. То есть поэтому частенько так бывает, что ей на телефон звонят, ее приглашают. Она едет, конечно, и правильно делает. Но, условно говоря, есть немножко все-таки разделение у нас. У нас каждый член общественной палаты является еще кем-то. Кто-то руководителем, кто-то учреждением, кто-то бизнесом, кто-то... И все в разных общественных организациях. И есть моменты, которые их общественные организации проводят. Да, если совместно с общественной палатой, то это считается совместная работа. А если нет, то, понятно, у каждого свой план, то они работают. Поэтому я все-таки не буду говорить, что в данном случае Светлане Юрьевне они звонят лично домой или на сотовый телефон. И, конечно, она с удовольствием им правильно делает. Но бывает, я с ней пообщаюсь. Я говорю, Свет, даже если тебя пригласили лично, позвони. Скажи в палате, чтобы мы понимали, почему только ее одну. Потому что у нас есть очень хорошая комиссия специального вопроса, которая должна была бы присутствовать. И я считаю, что есть такие у нас моменты в палате, что человек, когда куда-то едет, он любит один, я сам и так далее. Ну вот все-таки тогда какой вывод делать можно из ваших слов? Из наших слов. Информации вам мало. Информации. Вот раньше у нас это сейчас называется информационный центр. Раньше при администрации назывался центр работы с общественностью и так далее. А сейчас называется центр общественных и международных связей. Да, что-то вот такое, да. И, конечно, это их задача напрямую работать с общественными организациями, с той же общественной палатой, я говорю, что... И я неоднократно прихожу всегда, я говорю, куда планирует Алексей Васильевич Валов выезжать там, да? Это такая тайна, это такая завеса, ну, я всегда говорю, что это вообще непонятно что. Я включаю федеральные каналы, там смотришь, да? Наш каналы, мы уже написали, кто в докладе почитает, у нас в телевидении иногда так, вот один Валов везде приехал, все все решил и так далее, и так далее. Депутатов там редко видим, общественную палату там редко видим. Ну, решает и решает, слава богу, хорошо вопросы. Мы всегда задаем себе вопрос о преемственности поколений. Вот сегодня идет, будем говорить, по всей области, ну, округа делаются, да? И представьте, если Щелково станет округом, да? То есть, как бы, как в дальнейшем будет работать местное самоуправление, когда, ну, вот площадь Ленина понятна, город Щелково, там, центр это понятно, а у нас есть, там, Фрианово, там, Монин, Чкаловская и так далее. То есть, все-таки более-менее это отдаленные моменты. И мы очень рады, мы с вами в начале передачи, к сожалению, не сказали, что очень много положительного в городе и в районе делается. И очень, ну, просто наша передача немножко о другом. Но я хотел поблагодарить, действительно, Алексея Васильевича и всех, кто к этому частны, что большие перемены-то идут. Мы с вами говорим о трудностях, которые, ну, с которыми мы сталкиваемся, да? На Чкаловской там открываются хорошие памятники, шикарность, гордость нашего Щелково. Ну, на Чкаловской нет ливневой канализации, то есть, почти нигде. Но есть зато общественная организация Чкаловский парк. Да, кстати, это общая, я считаю, общая заслуга, не только там руководители, это все общественные организации, которые там числятся на территории Чкаловска. Все-таки 30 тысяч населения в масштабах Европы, там, или это большой город. Монина 20 с лишним тысяч населения, тоже у них там свои проблемы там и хватает и так далее. Вот, опять же, мы говорим, если с вами институт гражданского общества, Монина, как всегда, была отдаленная, очень долгое время генерал там руководил, равнялись мирно, направо поехали, да? То мы туда часто выезжали и понимали, как осваиваются деньги. Я не буду кривить, деньги воровались однозначно. И мы вот попытались создать там у нас, мы приняли положение, разработали положение об общественных советах. Это только в Монина или во всех? Нет, мы как бы его рекомендовали всем главам сделать. Значит, пять человек дает общественные палаты, пять человек дает совет депутатов, пять человек глава представляет, да? То есть, как бы очень удобно, то есть, люди могут разговаривать на равных. Но вот в Монине мы попробовали, там получилось, что глава на тот момент еще Найденов как бы прошляпил, вот эти моменты, и, ну, короче, совет создали. Совет создали, он получился такой бескомпромиссный. То есть, оппозиция, четко сразу оппозиция во всем. Потом, значит, он подумал, говорит, давайте мы теперь свой совет создадим. Теперь создали некий свой совет. Получается, в Монина как бы два совета, и один представитель на двоих, там, Таня Голубинская у нас там есть. Вот. И, ну, я считаю, что ничего не буду судить, но, условно говоря, вот это не то, что хотелось бы видеть. Хотелось бы, чтобы здравый, если бы вовремя администрация сообразила, здравый, когда совет может и подсказать главе, да, что сделать, и где-то поддержать главу в каких-то начинаниях и так далее. А у нас какая-то конфронтация всегда идет и так далее, и так далее. То есть, это не очень правильно. И вот мы даже, вот даже общественная палата, мы часто выезжаем туда в Монина. Слава Богу, глава там сейчас поменялся, как бы такие вот выстраиваются отношения. Потому что мы приезжали, такие деньги идут, они просто отмывались, и это непонятно для чего. И, конечно, это основная наша задача, все-таки смотреть. Мы не контрольная счетная палата, но мы, когда выезжаем, мы видим. Туда приезжала представитель правительства Московской области, общественная палата Московской области с нами были. И, конечно, дрон мы там запускали, смотрели, как кровли ремонтируются. То есть, как бы, ну вот, по сути дела, ну, вы-то разговариваете сейчас с нами как с общественниками, и мы действительно обычные общественники, которые есть своя работа, свои там дети, семьи у кого там есть. И вот свободная от работы время, а это, считай, многие целыми днями, мы занимаемся вот этими вещами. И когда к нам жители некоторые там приходят и говорят, а у нас к вам претензии, почему вот так? А я говорю, а вы вставайте к нам в наши ряды и вперед погнали. Никто никого не выгоняет, то есть, пожалуйста. Но только это должно быть немножко уже структурировано, понятно, то есть не просто вот там, а я против. А против чего? У нас, кстати, одна основная функция – это общественный контроль. Но мы на общественный контроль посылаем очень мало людей. Я вам хочу сказать, что которые уже понимают, что это такое, читали закон об общественном контроле, знают, как себя вести и так далее, и так далее. Мы с этим сталкивались. Приходит человек, а я из общественной палаты там, да, и начинает там, ну, пальцы веером. Но таких мы, как правило, от них избавляемся. Спасибо, Александр Борисович. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Не забывайте телефоны прямого эфира. 567-1440-567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Еще раз добрый вечер, Александр Борисович. Да, еще раз. Телефон прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Вопросы мы пытаемся поднять, самые острые, которые только у нас есть в запасе, да? Александр Борисович, вот одно из направлений вашей деятельности, это мы с вами, естественно, обсуждали перед программой «Чем еще занимается общественная палата?» И вы коснулись организации питания в летних лагерях, но летние лагеря, они, так скажем, работают сезонно, да, хотя и зима, они тоже работают в зимние каникулы, но, тем не менее, постоянное питание в школах и детских садах, насколько я знаю, тоже под вашим контролем, ну, я имею в виду, под контролем общественной палаты. Вот что вы делаете для того, чтобы это питание стало лучше? Ну, потому что родители бывают жалуются. Так, да, вы же, я не буду говорить, то, что вопрос неоднозначный, называется это аутсорсинг, да, то есть, как бы, будем говорить, привлечение сторонних организаций, так, ну, перевод, вольный перевод. Как многие моменты, это у нас вот пришло, естественно, естественно, торги отыгрываются там, да, в администрации, направляется в учреждения, и уже там директор отвечает за все. То есть, как бы, мы посмотрели питание вот в школах, в детских садах, ну, не во всех, как бы, но опрос проведен был во всех. Мы запускали, значит, по интернету голосование, которое родители там, будем говорить, высказывали свое мнение, сами смотрели, вот, и провели хороший круглый стол. На нем, кстати, мы пригласили всех туда, и комитет по образованию, и Надежда Владимировна с своими депутатами была, глава города Рушан Гаярович был, тоже с своими депутатами были. То есть, я не ожидал, что такой вот серьезный круглый стол по питанию в школах вызовет такой вот резонанс. Поговорили откровенно, я очень благодарен тем депутатам, которые смело высказали свою точку зрения, вот, и хотя бы мы услышали теперь их несколько, мы их сами видим. Есть директора, которые, ну, или руководители, которые довольны аутсорсингом, есть, которые нет. Я не буду сейчас даваться в подробностях, но в данном случае мы эту инициативу оформили, будем говорить, решение круглого стола, весь мониторинг, который мы провели по школам, мы оформили и отправили, соответственно, в правительство, будем говорить, что да. Потом, на сегодняшний момент, Московская областная дума этим вопросом занимается. Вот в четверг я еду опять с депутатом районного совета Чибисовой, мы едем на заседание комиссии, комитета облдумы, именно на эту тему. Там уже готов проект, вот нам его прислали вчера. Мы опять немножко внесли там свои дополнения. И очень было приятно, на самом деле, то, что среди такого большого, высокого руководства, будем говорить, да, минообразования и так далее, и так далее, вот общественная палата Щелкова была единственная. То есть, значит, мы не сидим на месте и не просто там говорим, а мы против. Я вам приведу директоров, которые за очень, и у них очень хорошо получается этот аутсорсинг, и директоров, которые против, которые мешают. Объясню, почему. Школы у нас разные, есть топовые школы, да, где хороший зал, они уже сегодня построены современно. Есть школы на долине маленькие, им там не готовят, там привозят это питание, и накормить школьников в один раз невозможно. Поэтому их там несколько смен кормят, уже дают холодные и так далее. То есть, как бы, мы не забываем с вами, что эта часть идет все-таки там по муниципальному, но бесплатное питание, кто имеет на это реготы, а остальное за деньги, конечно. И мы тоже всегда говорим за дифференцированное питание, да, то есть мы вот видели это и в пионерских лагерях, ну, в здравительных лагерях, и в школах, когда, конечно, полезна цветная капуста, да, там, будем говорить. Но невкусно. Но ее никто не ест, да. Либо наоборот, очень вкусно вот эти... Чипсы. Нет. Гамбургер. Итальянская пицца, да. Но на самом деле, я считаю, что, конечно, это вредно. И вот найти золотую середину, и есть родители, давайте так, мы сегодня не будем только... И есть родители. Один родитель чуть ли не прямо для своего ребенка хочет, чтобы вот-вот-вот было, другой говорит, и так сойдет. Я сам многодетный отец, и как бы не очень, на самом деле, лично я не очень запариваюсь на том, ну, вот, я доверяю директору школы, что там дети поедят. Как правило, они не едят там ничего. То есть они приходят домой, кушают там, да. Но, вот, не из-за того, что невкусно, просто мы так их приучили, да, то есть как бы... Вот. Другие очень довольны, очень многие дети довольны, когда вот мы же общались со школьниками и так далее. Ну и вот собрать все вот это дифференцированно, да, то есть не единым скопом вот так вот, да, мы все-таки за то, чтобы директор сам заключал договор с компанией, да, будем говорить, что он берет на себя ответственность. А если уж компания зарекомендовала себя в нашем районе, не надо с ней на год заключать договор, на три заключайте. Почему? Потому что они в своих обязательствах пишут там обновление оборудования на кухне, обновление там, ну, самой кухни, где готовят пищу и так далее, и так далее. Но если я получаю контракт на год, ну, я что, бестолковый, если я руководитель... Я знаю, что я скоро уйду. Я через год уйду, и мне зачем? И получается, что, значит, покормили, электричество они не экономят, естественно, им зачем экономить электричество? Они как включили все, и может работать целыми днями, вот, и так далее. То есть получается, что они покормили, ушли, и не знают, на следующий год они заключат договор или нет. Почему? В промежутке есть друг чиновник, который вдруг не понравится, как работает компания. Поэтому, в принципе, я считаю, что этот закон теперь будет обновленный, если справляются школы, если есть. И самое главное, действительно, везде, чтобы отсутствовала коррупционная составляющая, везде родительские комитеты. То есть у нас сегодня в школах-то есть родительские комитеты, но в большинстве школах все понимают, что есть очень принципиальные родители, да, то есть будем так говорить, их не очень стараются брать в родительские комитеты. Да вот, вы знаете, я тоже в родительском комитете, ну, я... Как многоозетный отец. Да, но я там ни разу не был практически. Вот такие хорошие, то есть, он хороший. А я все-таки за тех, которые вот смотрят, ковыряются, они такие немножко надоедливые, но им надо объяснять, им надо понимать, что вот так, давайте сделаем так. Есть, ну, есть вообще невменяемые, тогда другой вопрос. А вообще, я считаю, что любой руководитель любого ранга должен уметь отчитываться. Вот перед своей работой он должен уметь отчитываться. Если человек работает, ему есть что показать, ему есть что сказать. И не надо там долго сидеть, высасывать из пальца, что он за этот год сделал там. Я не говорю сейчас отчет там больших лиц, а любой руководитель. Ну, на уровне директора школы. Александр Борисович, у нас есть звонок от нашего зрителя, давайте послушаем, и вы ответите на него. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте. Да, слушаем вас. А что-то у нас совсем ничего не слышно в эфире. Да, слушаем вас. Что-то какой-то у нас идет в фон. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, вот, добрый вечер у вас. Здравствуйте. Меня зовут Александра Олеговна, фамилия моя Золина. Я присутствовала на общественных слушаниях по полигону Соборова. Алло, алло. Да-да, слышно, говорите. Александра Олеговна, куда-то вы пропадаете у нас. Опять не слышно. Ну ладно, мы попробуем режиссера, попросим режиссера наладить связь, если что, нашего зрителя. Ну, на самом деле, Александра Олеговна, если она все-таки там дозвонилась, телефон ее есть, давайте мы с ней свяжемся и на все вопросы ответим ей потом. Потому что, ну, как бы, я не понял вопрос, честно. Ну да, потому что он не прозвучал, то есть он был где-то за кадром. Пока маленькая пауза у нас. Александр Борисович, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет. Вот как раз о том крайнем заседании общественной палаты, которое было в апреле. Мы частью уже поговорили о тех вопросах, которые поднимались. Давайте вот еще два вопроса. Давайте посмотрим. В заседании участвовали члены общественной палаты, депутаты, представители органов власти муниципалитета. О реконструкции очистных сооружений на заседании рассказала генеральный директор межрайонного Щелковского водоканала Наталья Ефимченко. Она сообщила, что на их капитальный ремонт в 2016-2017 годах было потрачено 212 миллионов рублей. На заседании также состоялось обсуждение участия рабочей группы общественной палаты в рассмотрении вопросов, связанных с возрождением усадьбы Гребнева. На протяжении последних лет общественники неоднократно после проведения обследований усадьбы в составе различных комиссий обращались в Министерство культуры как федерального, так и областного уровня, предлагали срочно найти финансирование для реконструкции разрушающихся зданий, проведение благоустройства территорий объекта исторического наследия. Состояние усадьбы настолько критическое, что промедление бездействия, смерти подобное, и мы должны срочно принимать меры, искать пути спасения усадьбы, источники финансирования, в том числе и с использованием механизмов государственного частного партнерства. Дрюштер сообщил мне, что вернулся к нам звонок нашей зрительницы, поэтому давайте еще раз послушаем вопрос. Здравствуйте еще раз. Слушаем вас. Да, да. Мне говорить, да? Да, Александра Олеговна, говорите, если это вы. Говорите, говорите, говорите. Здравствуйте. И я хочу сказать большое спасибо Александру Борисовичу, потому что представители общественной палаты выразили мнение жителей. Но меня очень волнует вопрос. А что же дальше будет с полигоном Соборова? Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Мне отвечать? Да. Не знаю, что будет. Для этого у нас есть руководство района. Они решают, что будет. Я насколько знаю, что сегодня создана комиссия, куда и включены будут члены общественной палаты, естественно. Для рассмотрения дальнейшего вопроса. Поэтому, ну а если, как бы, наши коллеги там были, выступили, ну я разные точки зрения слышал. Поэтому, я всегда говорю, какие мы есть, такие и есть. То есть, в палату не с зарплаты идут, там у нас нет ничего. То есть, как бы, поэтому, если неравнодушный человек, он подчас бывает эмоциональный. А если эмоциональный, не всегда всем это нравится. Поэтому так. Но спасибо, что вы поддержали. А мы поддержим жителей всегда. Ну да, естественно. Ну, вообще, речь идет, насколько я знаю, о рекультивации этого полигона. Ну, сейчас больная тема. Сроки пока у нас точно не обозначены. У нас еще все это в стадии обсуждения. Паниковать тоже не надо, я считаю, конечно. Поэтому тут везде, все везде здравые люди. Область, руководство рядом. Поэтому, вот что там, всегда говорить. Ну вот, мы с вами плавно подошли к вопросам экологии и охраны окружающей среды. Эта тема прозвучала и в видеосюжете. Это ремонт стадичных сооружений. Жители продолжают жаловаться на неприятный запах, который периодически в городе возникает. Но, тем не менее, понятно, что даже одним годом этот вопрос не решается. С полигоном пока, да, мы тоже ждем. Но вот заслуга может быть частичная общественной палаты. Это очистка озера Севаш в прошлом году. И вот сейчас, насколько я знаю, остро стоит вопрос о загрязнении реки Клязьма, как в черте города, так и ниже него. Ну, во-первых, сюжет мы с вами посмотрели. Мы даже Ефимовиченко Наталью Александровну пригласили на свое заседание, когда она уже не была директора МУП, Щелковский водоканал там, да. Но, тем не менее, ту работу, которую она проводила с нами совместно, всегда отзывалась, честно говоря. То есть не было никаких препон в том плане, что мы входили в наблюдательный совет. То есть наши коллеги всегда могли выехать туда-туда. Никто от нас не закрывался, никакой охраны не выставляли. Надо, пришли, это посмотрели. Надо, это пришли, посмотрели. И мало того, вот вы говорите о загрязнении реки Клязьма. То есть именно когда наши нерводушные жители видели, что рыба... Половый, это кверху. Да, мор рыбы пошел, да. То есть, конечно, лаборатория именно очистных сооружений, конечно, вот они начинают работать. А что... Ну, так за такой короткий срок не наладить работу очистных, я имею в виду, локальных очистных сооружений. То есть еще очень много предприятий, даже у нас в Щелковском районе, которые продолжают сливать, ну, там, нелегально, будем говорить, вот эти нечистоты, которые... Ну, работа идет, ведется. В данном случае, я не знаю, МУП-то продолжит работать или нет, но в данном случае работает хорошо. И смотрите, то, о чем мы мечтали еще, первые наши заседания на Экосталкере были, это когда мы приглашали, ну, представителей Пушкина, Ивантеевка, значит... Королев. Фрязина, Королев, да. Там просто игнорирование было. И вот сегодня, ну, благодаря, там, губернатору, конечно, то есть вот эти программы работают, и сегодня их объединили один в Щелковский водоканал, то есть уже контроль гораздо легче. Сегодня, я думаю, мы вот, поскольку поменялось руководство, мы там дали письмо включить, там, состав координационного... Ну, будем говорить, наблюдательного совета. То есть координировать-то мы ничего не можем, а наблюдать можем. Наблюдательного совета наших коллег, которые действительно будут смотреть, и чтобы это не было военной тайной. Я вообще не люблю, мы живем в такое время, что не должно быть ничего военной тайны, если это не военные объекты, правильно? То есть, как бы, пожалуйста, заходите, смотрите. Понятно, что не мешайтесь тут, да? Но это и есть субъект, поскольку это МУП, это субъект общественного контроля. Поскольку, все-таки, одной из основных задач общественной палаты, это общественный контроль органов власти и, соответственно, МУПов, которые там... Так что, экология, тема-то она такая у нас. И вы сказали про озеро Севаж, да? Ведь в том году, действительно, наши вот эти коллеги, которые были вчера, вот Надежда Гончарова, Максим Картавцев, они там, вдруг кого не назвал, извиняюсь, они точно так же, когда был заключен договор с организацией на очистку озера Севаж. И когда туда приехал, там, кривой бульдозер, и там что-то там подвигал для вида, и мы почитали задания тех заданий... И это ничем не завершилось? Да, на самом деле, нет, это отмывание денег, я причем по-другому не скажу. И мы, естественно, написали аналитическую записку Алексею Васильевичу, и был расторгнут договор, и, ну, новая организация была пригодна, принята. И уже тогда мы действительно выехали, уже тогда совместно с Алексеем Васильевичем, посмотрели, работают, да, удовлетворительно. Вот если такой контроль будет, ну, на каждом уровне, ведь один человек никогда не усмотрен. Вот Валов у нас там чуть не золотой, но он один все не усмотрит. 180 тысяч, сколько компаний Варюк, да, то есть которые пришли только, чтобы получить деньги... 180 тысяч населения. Населения, да. Уточнил, да, рублей. Да, вот, да. И везде, ведь это направление, экология, социальная сфера, там, здравоохранение, торговля, везде есть зам у Алексея Васильевича, этих замов еще несколько, там, подчиненных и так далее. Вот, и везде есть люди, которые ищут пролезть, не будут скрывать их, ко мне обращаются, а ты не поможешь протащить там это, это, я говорю, это не к нам. Вот, и все хотят пролезть по старой доброй привычке, то есть и понятно заполучить лучшие места. Да, на льготных условиях и так далее. То есть понятно. Ну вот, и один человек за этим не усмотрен. Он просто, он просто и невозможно им это делать. Поэтому, вот эти, когда подрядное восстановление инфраструктуры военных городков, конечно, в первую очередь должна работать общественность. Даже вот какая бы палата золотая ни была, нас там, условно говоря, 40 человек, да, и это на весь район, и получается, что съездить и на Загорянку, и в Монин, и в поликлинике, и в школы, нас тоже не хватает. У нас, ну, как бы есть свое рабочее время. Вот, ну, правда, как всегда мои коллеги мне говорят, когда приходят, я говорю, а почему вы там не были на таком-то заседании, на заседании комиссии? Они говорят, Александр Ильич, я работаю. Я говорю, я понял, один я у вас тут унеядец, который с утра до вечера вот в палате, и, ну, вот так получается. Хотя вот многие в администрации частенько так, ну, такой тон назидательный берут, ну, вы же общественники, вы должны там за бесплатно работать, работают за бесплатно, вот. И в самом начале еще пути нашей палаты, будем говорить, 13-14 год, когда мы определили, что мы работаем, ну, действительно, не за мзду, а работаем, ну, как есть. Да и люди у нас честные, мне кажется, они быстрее сгорят, нежели отжать чего-то, поэтому. Александр Ильич, у нас осталось буквально несколько минут, хочу все-таки еще одну тему поднять, собственно, прозвучала она в репортаже. Это судьба усадьбы Гребнева, уже сколько лет речь идет о том, как ее можно привести в порядок, ну, год назад даже, чуть больше уже, совсем она в ужасное состояние пришла. Ну, мы, конечно, все еще в Ковчане переживаем, да, а когда мы туда приезжаем, вот, в усадьбу Гребнева, я сам туда ездил, в качестве водителя, кстати, я туда ездил, потому что... И кого вы возили? Мои коллеги, вот, которые выступали в Зайчкина, Татьяна Владимировна, и вот Беглов Александр Иванович, которые неравнодушные тоже, как бы, у них нет автотранспорта, я их просто возил туда, да, вот. И когда вот мы там ходили, они все рассказывали, и те запросы, которые они в Минкуль делали, те запросы, которые в правительстве Московской области сделали, то есть это хорошо. Я всегда говорю, не один, даже будь то палата, совет депутатов, руководитель района, в одиночку ничего не сдвинешь на такие вещи, это надо всем скопом толкать. Конечно, уже дальнейшие процедуры, там, вот эти торги, кто выиграет, кто будет восстанавливать, там же уже, я не знаю, закончились споры, восстанавливать дорого, может быть, по такому же принципу сделать новое что-то и так далее. Но это то, чем мы вообще должны гордиться. Ну, мы и гордимся, наверное, но, конечно, когда туда приезжаешь, ты понимаешь, что гордиться-то уже там особо нечем, да. Но если это, ну, так, из области мечты, я думаю, что вот те люди, которые этим занимаются, они отчасти романтики, мечтатели, а те люди, которые ведут торги, они практики, они финансисты, да. И если все вот это совпадет, то он, скорее всего, восстановится. Ничего не может быть, ну, невозможного. Вот много лет там, вот мы ездили туда, отдыхали, 70-е, 80-е годы там еще все как бы находилось. И правильно сказала Татьяна Владимировна, хорошо Беглов Александр Иванович продвинул просто. Вот он ездил, у него очень много своих личных связей. Мы же тоже стараемся в палату брать людей со статусом, да, ну не мы, а как бы формируется палата с людей со статусом, чтобы не просто хороший парень говорит, научите меня там, да. У каждого есть определенные знакомства, у каждого в авторитете в каком-то отрасли, кто-то в медицине, кто-то в образовании, кто-то в здравоохранении и так далее. Иначе бы мы, чем бы тут держались-то на самом деле, то есть как бы, нам там понукали бы, идите вправо, влево, делайте то-то, то-то. Нами не понукаешь, я вам прямо могу сказать. И вот они вот эти два человека добились того, что на всех уровнях, на уровне облдума доказывали, и вот сейчас этот вопрос с места сдвинулся. Хотя я всегда говорю, мы рекомендательный орган, вот в заключении, наверное, уже, делают, конечно, те люди, которые наделены полномочиями для того, чтобы этим заниматься. А наша задача, ну немножко, не немножко некоторых, а наблюдать, чтобы эти люди четко исполняли свои полномочия. А если они не могут их исполнять, ходатасовать, чтобы таких людей меняли, чтобы они не портили нам здесь атмосферу в Щелково и так далее. То есть, поэтому, не можешь, можешь работать, работай, не можешь, уходи. И у нас такой же в палате, у нас девиз. Некоторые пришли туда для того, чтобы просто какой-то статус свой поднять там, да? Мы говорили, конкурс какой был в палате, 7 человек на место, там, условно, так нельзя говорить, но и, к сожалению, такие достойные люди, с моего точки мнения, не попали в палату. А те люди, которые попали некоторые, они просто пришли, им там одно задание, второе, третье, они, о, тут, мол, работать надо. То есть, да. Мы даже некоторым удостоверение не выдали, потому что я говорю, зачем вам удостоверение? Что, в электричке? Для чего оно нужно, если ты не работаешь? Если ты нигде не появляешься, ты не понимаешь, что надо делать. Ну, там, на меня жалуются, конечно, понятно. Ну что ж, Александр Борисович, остается пожелать только вам успех в вашей нелегкой общественной, так скажем, работе, да? И хорошо наблюдать за всеми, кто как работает. Пожелайте нам, Сергей, чуть-чуть перебирать. И давать хорошие рекомендации, как рекомендательные органы. Чтобы мы в данном составе еще поработали не один год, да, вот в палате. Ну, естественно, вы же только преизбрались в прошлом году, так что... Мы всегда живем с точки зрения, что, как бы, могут нас немножко за превышение того, куда мы лезем, подразогнать, так будем говорить, красиво. Поэтому нет, давайте пожелаем нам всем работать, действительно, созидать, это не пустые слова, действительно, что-то, чтобы происходило, чтобы новое, чтобы не только на митингах человек понимал, что он человек, а выходя из подъезда, приходя куда-то, он понимал, что он действительно человек, и его мнение, оно, ну, как бы, звучит, и оно считается. Вот на этом спасибо всем. Так что желаем. Спасибо вам за то, что нашли время прийти в студию, спасибо за ответы на вопросы. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Итак, это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова